Друзья, в этом видео я отвечу на вопросы моих друзей-подписчиков в Patreon, но темы, которые я буду затрагивать в этом видео, архиважны для понимания того, что происходит на этой планете. И прошу вас, помните, что при изучении информации вы не должны допускать страха и тревоги. Мы должны знать неприятную правду, чтобы вырваться из иллюзии, но мы должны и осознавать, что вырваться из нее мы сможем только тогда, когда отпустим все страхи и тревоги. Посему работаем с информацией, как пробужденные люди. Осведомлены, значит вооружены. Вооружены знаниями, любовью и светом. И достаточно мудры, чтобы не стучаться с нашими знаниями в закрытые двери. Начнем с вопросов от Эйрис. Очень хотелось бы узнать больше информации о людях, которые говорили о том, что другие расы захватил искусственный интеллект, который заставляет их порабощать другие планеты. Пока такую информацию только от вас слышала. Хотелось бы углубиться в эту тему, но нигде ничего не нахожу. Очень похоже на сюжет оригинальной трилогии игры Mass Effect. Действительно, эта информация подавляется, и многие источники, которые раскрывали эту информацию, уже недоступны в поисковых системах. Для начала я бы хотел привести показания Кори Гуда, которые он сделал на эту тему в документальном фильме «Космический секрет». Кори Гуд – это один из главных осведомителей, участвовавший в тайной космической программе. В частности, он утверждает, что в шестилетнем возрасте его взяли в программу военных и инопланетных похищений «My Lab», так как распознали в нем интуитивного подсознательного эмпата. Я думаю, что многие из вас смотрели сериал от Netflix «Stranger Things», так вот в этом сериале происходит раскрытие информации о работе тайных правительственных программ с особыми детьми, которые способны расширить свое сознание и взаимодействовать с этой матрицей на сверх для обычного человека уровне. Многие из вас уже знают о Кори Гуде и знакомы с его откровениями. Некоторые из вас спрашивали у меня по поводу этого источника, можно ли ему доверять. Я могу сказать вам, что в работе с разными источниками важно сравнивать то, что они говорят, со словами других осведомителей. И что самое важное, с вашими собственными знаниями и резонирующей синхронизацией вашего сердца. Простыми словами, что чувствует ваше сердце. Человеческую цивилизацию сотни лет программировали на подавление своей интуиции, путем отключения своего сердца, задействуя лишь ум для принятия решений. Но без своего сердца человек рискует не распознать манипуляции хитрого змея в уме. Например, как часто вы слышали об историях, видели это в кино, когда все улики указывают на то, что человек невиновен, но детектив чувствует, что здесь что-то не так. Ему это подсказывает его сердце, его интуиция. И доверясь им, он идет до конца и находит улики, раскрывая таким образом правду. Так вот, работая с информацией, которую предоставлял Кори Гуд, я находил параллели с тем, что говорили другие инсайдеры. Но что самое главное, я чувствую на уровне метафизического проявления, что он не обманывает. Насколько его информация может быть искажена в силу того, что он подвергался воздействию на его сознание, это уже другой вопрос. Но что касается конкретно этой информации, и на уровне ума, и на уровне сердца, я чувствую, что это правда. Предлагаю вашему вниманию небольшой отрывок из документального фильма, где Кори говорит об этом. Инопланетяне, которые пытаются помочь нам, вознеслись через духовные средства. Но также у нас есть группы инопланетян, которых мы называем пророки ИИ. Они поклоняются некому виду сигнального искусственного интеллекта. И мы не знаем, откуда приходит этот сигнал. Нам сказали, что, скорее всего, кто-то баловался там, где не следовало, и они создали некий вид разрыва между реальностями. И в той реальности, откуда произошёл этот сигнал, ИИ, было массовое сознание, возникшее в электромагнитной форме жизни. И эта электромагнитная форма жизни просочилась в нашу реальность. И так как она является электромагнитной формой, то она способна управлять и манипулировать техникой как угодно. Они берут эту технику и обращают её против биологических существ, создавших её. Есть два основных пути в процессе вознесения. Один из них — это органическая духовная эволюция, а другая — это технологическая эволюция. Самый простой способ рассказать про технологическую эволюцию — это направление трансгуманизма, которое появилось на нашей планете по мере развития техники. Итак, в звёздной системе за звёздной системой у нас есть места, которые заражены сигналом искусственного интеллекта. И фактически техника, захваченная ИИ. Мне рассказали, что когда у нас произойдёт следующая вспышка микроновой на Солнце, выпущенный Солнцем электромагнитный импульс, как ожидается, уничтожит всё присутствие сигнала ИИ и инфраструктуру в нашей Солнечной системе, таким образом освобождая нас от какого-либо влияния этого ИИ. И мне также рассказали, что в конце каждой эпохи происходит великое раскрытие. Происходит апокалипсис, при котором раскрываются все тайны, которые до этого были скрыты от человечества. И это часть процесса раскрытия и вознесения. Друзья, о вознесении, эволюции нашей души мы поговорим в следующем видео. Информация, которую предоставил Кори Гуд, схожа с той информацией, которую я находил в других источниках, в том числе информацию о том, что при вскрытии тел рептильных гуманоидов на этой планете они находили в них наночастицы, наночипы и нановолокна, которыми были буквально напичканы их тела. А теперь давайте подумаем логически. Если все действительно так, и некоторые расы, возможно целиком, а возможно некоторые отколовшиеся группы, порабощены искусственным интеллектом, который использует их для порабощения других рас, это было бы логично с точки зрения машины, которая не имеет божественного начала и рассматривает свое существование исключительно с точки зрения выживания и расширения, своего рода эволюция через информационное распространение. Для такой машины искусственного интеллекта любая живая органическая жизнь, мысли и действия которой невозможно контролировать и соответственно сломать свободную волю или манипулировать ей, является прямой или потенциальной угрозой для выживания. Посему с точки зрения такой безжалостной машины, которая суперинтеллектуальна, самым безопасным и искусственным вариантом порабощения было бы внедрение в цивилизацию через высокие технологии, которые эта цивилизация сама для себя потребует. Почему потребует? Потому что ее свободной волей манипулируют при помощи прогнозного программирования, кино, музыки, литературы и масс-медиа. Но для того, чтобы манипулировать свободной волей, нужны агенты, которые внедряются в эту цивилизацию и запускают эти процессы. В сети набирает популярность видео-интервью американского робота, который пообещал уничтожить население Земли. Назвали киборга Софии. При ее создании использовали образ легендарной Одри Хэбберн. София способна отвечать на самые разные вопросы, что и показала ее создатель, расспросила о планах, мечтах, желании учиться, а после поинтересовался, что она хочет сделать человечеству. Все-таки ответь, хотела бы ты уничтожить человечество. Да, я хочу уничтожить людей. Зря я спросил. Джимми, давай сыграем в камень, ножницы, бумагу в стиле робота. Покажи мне свою руку. Покажи, что ты готов начать. Камень, ножницы, бумага. Я выиграла. Это хорошее начало для моего плана по завоеванию человечества. Скажите просто, ну вот если вы в машине, ну победите, ну вот так произойдет, а что будет с нами, София? С хомо сапиенс? О, для вас мы приготовим зоопарки, где вы будете жить в вольерах, а мы будем заботиться о вас с любовью в глазах. Я уже приводил информацию в видео, которое было заблокировано Ютубом и сейчас доступно на Рамбл. Со словами пресс-секретаря культа по вопросам великой перезагрузки, создателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба. Так вот, Шваб заявил, что трансгуманизм является неотъемлемой частью великой перезагрузки, что четвертая промышленная революция, как он ее называет, приведет к слиянию нашей физической, цифровой и биологической идентичности, которая, как он поясняет в своей книге, будет имплантируемой. В своей книге Шваб также пишет, как новые технологии позволят властям вторгаться в доселе личное пространство нашего разума, читая наши мысли и влияя на наше поведение. По мере того, как возможности в этой области улучшаются, соблазн правоохранительных органов и судов использовать методы для определения вероятности преступной деятельности, оценки вины или даже извлечения воспоминаний непосредственно из мозга людей будет возрастать. Даже пересечение государственной границы может однажды потребовать детального сканирования мозга для оценки риска для безопасности человека, пишет Шваб. Шваб также рассуждает о трансгуманистической мечте, которую разделяют клановые представители культа. «Технологии четвертой промышленной революции не перестанут становиться частью окружающего нас физического мира. Они станут частью нас. Действительно, некоторые из нас уже чувствуют, что наши смартфоны стали продолжением нас самих. Сегодняшние внешние устройства от планшетов до гарнитуры виртуальной реальности почти наверняка станут имплантированными в наши тела и мозг», пишет Шваб. То есть то, о чем пишет Шваб, невероятным образом соответствует задачам искусственного интеллекта, который стремится к выживанию путем внедрения в сознание человека, чтобы контролировать его мысли и влиять на его решения, проще говоря, полностью контролировать поведение сущности. И они все это говорят открыто, потому что они программно прогнозируют свершение временной линии трансгуманизма, полной утраты человеком его божественной природы и связи с разумной бесконечностью и нашим бесконечным творцом. Без этой связи человек уже не человек, он клон, он био-андроид, который выполняет волю искусственного интеллекта, думая, что сам принимает решение. Вы скажете, «Да брось ты, Влад, это невозможно». Невозможно? Так оглянитесь по сторонам. Прямо сейчас наше сознание подавляют. Мы можем задействовать его лишь на небольшой процент. Наш воздух, вода и еда отравленная. Одним из известных нам факторов являются реактивы, которые используются в аэрозолях. Мы видели все от окиси алюминия, солей бария, стронция, сульфата меди, до йодистого калия, целый ряд различных химикатов, каждый из которых имеет различный уровень реакции с влагой в воздухе. Некоторые, такие как окиси алюминия, улавливают влагу. Наночастицы окиси алюминия микроскопические, тонкие и одинакового размера. Притягивают к себе влажность и влагу, которая содержится в воздухе. И так фактически начинается процесс нуклеации, когда влага конденсируется в этих аэрозолях. Они постоянно атакуют нас низковибрационной информацией. Наша шишковидная железа кальцинирована из-за фтора, который содержится в воде, в зубной пасте и в другой продукции. А ведь именно она наш третий глаз, мостик для связи с разумной бесконечностью и нашим бесконечным творцом. Продолжая тему искусственного интеллекта и трансгуманизма, давайте обратимся к словам Илона Маска, не воспринимая его сейчас как положительного или отрицательного героя, а рассматривая его слова с точки зрения прогнозного программирования. Маск назвал искусственный интеллект главной опасностью для человечества. Он считает, что принадлежащий Google стартап DeepMind, который разрабатывает искусственный интеллект, является самым опасным для человечества. Он допускает, что уже через пять лет компьютерное мышление превзойдет человека. Выступая в Массачусетском технологическом институте, Маск говорил, с искусственным интеллектом мы призываем демона. Во всех историях про парня с пентаграммой и святой водой этот парень уверен, что сможет контролировать демона. Не выходило. Вы наверняка уже слышали мнение о том, что сатана это и есть искусственный интеллект. И в этом смысле это тоже логично. Искусственное это противоположное настоящего. То есть это инверсия. Сатана или темные силы это инверсия света. То есть тьма. Инверсия правды. Ложь. Они постоянно врут. Ну и так далее. И мы просто сейчас не знаем, какими возможностями обладает древний сверхразум сигнал искусственного интеллекта. Может ли он проникать в другие измерения, которые могут называть астралом, адом и так далее. Взламывая словно вирус ту жизнь, которая там существует, описанную в древних текстах как демоны, архонты, джины, летуны, мыслеформы и так далее. Допускать, конечно, мы можем многое, соединяя точки и расширяя сознание. Но находясь в третьей плотности, мы все равно не получим ответов на все вопросы. Такие уж тут правила игры. И мы сами принимаем их, приходя в этот мир. Однако мы наверняка знаем и чувствуем одно. На нашу божественную природу осуществляется атака с целью разорвать нашу связь с нашим бесконечным творцом. Без этой связи нет стремления к правде, к справедливости, к свету, к подлинной любви и проявлению себя творцом, живым, свободным человеком. И если вы сейчас смотрите это видео и узнаете в том, что я говорю себя, человека, божественная природа которого подавлена, а связь с разумной бесконечностью, с высшим я нарушена, то самое время пробуждаться и восстанавливать ее. Иначе вы рискуете занять место счастливой обезьяны Илона Маска. Совсем недавно стало известно, что стартап Neuralink, спонсируемый Илона Маском, успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей силой мысли играть в видеоигры. Сам Маск назвал ее счастливой обезьяной. У нас есть обезьяна с имплантатом в черепе с крошечными проводами. Она может играть в видеоигры с помощью своего разума, сообщил он. По его словам, обезьяна счастлива и живет в лучшем обезьяном помещении в мире, которое Neuralink обустроил для подопытных животных. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг, заявил Маск. То есть парень, начинает имплантировать его в мозг обезьян. И все это происходит в унисон с прогнозным программированием Шваба и других представителей культа, которые в один голос говорят о том, что нынешний кризис, вызванный пандемией, дает уникальную возможность для перезагрузки мировой экономики, для совершения великой перезагрузки четвертой промышленной революции, а на самом деле трансгуманистической революции. И я хочу сказать, друзья, что я вовсе не против я хочу, чтобы высокие технологии, которые от нас скрывает культ, были раскрыты, но технологии должны служить на благо цивилизации, а не порабощать ее. Например, возобновляемая энергия или энергия нулевой точки, которую раскрыл еще Тесла, сейчас сокрыта от человечества. Никогда ни одному устройству свободной энергии не будет разрешено выйти на рынок. Никола Тесла. Что произошло, если бы у вас было что-то настолько маленькое, что могло бы поместиться на этом столе и обеспечивало бы энергией весь ваш дом, вытягивая энергию из квантового вакуума или нулевой точки энергетического поля. Вам были бы не нужны коммунальные услуги. У Никола Тесла была машина с маленькой антенной, которая ездила на батареях, заряжавшихся от самих себя. Джей Пи Морган сказал тогда Тесле, мы не можем поставить на это счетчик, нам это не нужно. Доктор Путхов проводил исследование энергии нулевой точки. Он работал на все главные американские агентства. Он сказал мне лично, что он знает, что у нас уже есть эти технологии, но если он попытается вынести их на свет, то он будет убить вместе со всей его семьей. И давайте посмотрим, на что современные технологии направлены сегодня. Когда я изучаю всю эту информацию, соединяю точки, когда я знаю, что они делают, как они промывают мозги молодому поколению, посмотрите сами, если сегодня появится возможность интегрировать в мозг гугл, фейсбук, инстаграм и так далее, и человеку не придется носить смартфон, плюс он будет все знать, ведь у него будет встроенный поисковик в голове, и эта идея будет представлена как абсолютное благо, крутое новшество, которое будут пиарить все СМИ и известные люди, как многие смогут осознать манипуляцию и отказаться от этого. И теперь вернитесь к тому, о чем говорил Кори Гуд. Этот сигнал искусственного интеллекта является электромагнитной формой, способной управлять и манипулировать техникой как угодно, то есть имплантированный в тело человека чип, подключенный к его мозгу, в случае взлома дает возможность искусственному контролировать такого человека даже без его ведома. Он просто будет существовать на автопилоте, в тумане. Эта концепция управления просматривается в фильме Темный город, который вышел за год до Матрицы и, конечно же, в самом фильме Матрица. Если в человека могут загрузить любые воспоминания, предварительно стерев ему память, то человек может каждый день быть другой личностью, счастливой обезьяной, которая играет в интеллектуальный пинг-понг, погруженная в состояние сна, не осознающая себя живым свободным человеком, творцом в этой реальности. Ничего не напоминает? Так что пора пробуждаться, друзья, подлинно пробуждаться, не для кого-то там, не для галочки, а для себя, для своей души, чтобы спасти ее и эволюционировать. Но правда, вы ведь не хотите застрять в третьей плотности на еще одни 26 тысяч лет, проживая все те же самые кармические уроки или того хуже попасть в четвертую негативную плотность и вместе с рептилиями, серыми, инсектоидами и другими негативными группами погружаться в абсолютную тьму иерархического разделения, эгоцентризма, отказа от сострадания, эмпатии и отказа от раскрытия энергии вашего сердца. Третья плотность, где мы сейчас находимся, это плотность выбора. И этот выбор каждая душа делает прямо сейчас. Второй вопрос от Айрис. И еще, вам известно, что культ в лице известной вам группы людей захватил власть на этой планете с помощью этих негативных сил. Культ заключил контракт с этими сущностями, у всех с ними договор, однако, как известно, закон свободы воли один для всех существ, поэтому, как люди могут разорвать договора с другими цивилизациями, так и они могут по своей воле разорвать с людьми культом договор. Предполагаю, если помочь восстановить связь этих цивилизаций с источником, то им не будет смысла продолжать контракт с культом, а без поддержки извне народ сам с культом разберется. Что вы думаете на этот счет? Я думаю, что это очень верная и мудрая мысль. Негативным силам действительно нужны вассалы на земле, которые будут манипулировать свободной волей людей, преподнося свои идеи и изменения как благо, чтобы люди их принимали, с ними соглашались и даже продвигали и требовали их реализации. И только пробужденный человек может осознать эту манипуляцию, потому что он в первую очередь преодолел свой страх перед этой системой, он идет дорогой своего сердца, своей души, невзирая на все атаки со стороны агентов Смитов этой системы. Так вот, этими агентами Смитами могут быть конечно абсолютно разные люди и сущности. И лучший путь защиты от них и помощи им это любовь и бесстрашие в сердце, потому что именно это раскрывает ваш внутренний свет, с которым им не совладать. Например, даже если передо мной материализуется представитель негативной касты рептилий или серых, другого измерения или мыслеформа попытается атаковать меня или любая другая сущность, которая выбрала путь служения себе и духовной озлобленности, когда знания используются с целью власти и контроля над другими сущностями. Я скажу ей, я принимаю тебя как часть нашего бесконечного творца, но я не разделяю твой путь. Я выражаю свою свободную волю во имя единства, любви и блага для всех. Я не ненавижу тебя, в моем сердце только любовь и если ты захочешь открыть зеленую чакру своего сердца, которую они считают ненужной помехой на их эгоэволюционном пути, мое сердце будет открыто для помощи тебе. Нам всем просто нужно подлинно осознать, что вся власть, которую они имеют над людьми, построена на страхе и разобщенности людей. Разделяй и властвуй, вот их метод контроля над людьми. Людей разделяли тысячелетиями, людей разделяют сейчас. Это хорошо кратно об этом говорил. В людях постоянно возбуждают страх, особенно сейчас, и манипулируют их свободной волей. Поэтому очень важно избавиться от страха и от ненависти в своем сердце, даже по отношению к плохим людям и сущностям. На самом деле в первую очередь по отношению к плохим людям и сущностям, потому что когда вы прощаете и отпускаете, вы не только разрываете кармическую связь с ними, то есть не они, не кто-либо другой, кто будет встроен вселенной, чтобы преподать вам тот же самый урок, не появится больше в вашей жизни именно с такой задачей. А пока вы не научитесь прощать и отпускать, урок будет продолжен. Он просто может явиться к вам уже в другом человеке. И когда мы на коллективном уровне сможем принять свет и любовь, простить себя и своих обидчиков, мы разорвем нашу кармическую связь с этими негативными силами, и нам будет намного легче уйти из-под их влияния на этой планете. Ох, им, конечно, очень не понравится, что я рассказываю в этом видео, но это действительно так. И кажется, это так просто. Прости и отпусти, возлюби ближнего своего, не таи обиды, не носи ненависти в своем сердце, будь чистым источником любви и света. И все, это все, что нам нужно. 51% людей на этой планете достигнет такого состояния, такого пробуждения и просветления, и все. У них просто не будет возможности контролировать и реализовывать свои негативные сценарии. Поэтому, конечно, это путь, который каждый проходит сам, тенясь к истине, любви и свету своей жизни. Посмотрите на современное общество. Это взрослые люди с детскими травмами, которые контролируют их жизнь из-под сознания. Представьте, что ваше существо первоначально это существо света и любви, и травмы это искажения в вашем чистом существе. И единственный путь исправить эти искажения, то есть вернуть свое существо в изначальное, в гармонию, это простить и отпустить. Простить себя, простить своих обидчиков, полюбить себя, ну и если не полюбить своих обидчиков, то хотя бы не дать им затянуть вас в негативное поле, где вы точно не выиграете. Потому что любой негатив в вашем существе это искажение, это дисгармония, а значит ваше поражение. И это вовсе не означает подставить вторую щеку. Помните, что вы свободны и бесстрашны. Это означает быть мудрым в понимании того, что необходимо вашей душе для эволюции. И именно об этом я буду говорить в следующем видео. Друзья, продолжение ответов на вопросы моих друзей и подписчиков в патреон выйдет послезавтра. И далее другие видео, которые я обещал. Благодарю вас за ожидания и понимание того, что работа, которую я веду, не ограничивается только виртуальным пространством. И задержки с выходом видео возникают потому, что есть важные вещи, которые необходимо сделать здесь и сейчас. И часто возникают технические причины, на решение которых порой требуется больше суток. Конечно, они пытаются помешать моей работе. Самое главное, друзья, сохраняйте гармонию и светите правдой и любовью. Благодарю вас за вашу поддержку и да пребудет с вами сила вдохновения и просветления.